Друзья, рада приветствовать вас на канале InvestFuture в седьмом выпуске нашего инвестиционного шоу. Я напоминаю, что в рамках этой рубрики каждую неделю я пополняю свой брокерский счет на 10 тысяч рублей с целью формирования долгосрочного инвестиционного портфеля. Напомню, что эта рубрика не является набором инвестиционных рекомендаций и торговых идей. Не стоит повторять мои сделки. Цель этой рубрики в том, чтобы показать вам, что в инвестировании самое главное это регулярность и дисциплина. Прежде чем мы перейдем к ленивому портфелю, давайте начнем с народного. Для тех, кто у нас новенький, я напомню, что народный портфель это портфель, который собирается на основании инвестиционных идей от наших подписчиков. В каждом видео вы пишите в комментариях свои инвестиционные идеи. Самое популярное становится основой для сделки в следующем выпуске. Так что вы уже сейчас сможете придумывать инвестидею, которую вы напишите в комментах под этим видео. Ну а мы давайте посмотрим, что все-таки происходит с нашим портфелем прямо сейчас. Итак, я открываю приложение Intel Invest, в котором я веду учет своего народного портфеля. Ссылка на мои, кстати, публичные портфели будет в первом закрепленном комментарии. Вы можете посмотреть немножко детальнее все, что там происходит, если вам интересно. Ну что ж, наш народный портфель, конечно, не дал нам пока прекрасно заработать. Мы видим, что суммарная прибыль 0,05% в рублях. Это 1,56 рубля. Не очень удобно, что в Intel Invest показывается изменение за день. Конечно, вот в целях нашей рубрики было бы удобнее посмотреть изменения за 7 дней. Ну, может быть, разработчики приложения к нам прислушаются. Если посмотреть детальнее разбивку, то мы видим, что у нас в народном портфеле лежит 5 акций. Это «Газпром» и «Сбербанк», которые мы покупали на хаях. И понятно, что ни к чему хорошему это привести не могло, но такова народная воля была. «Газпром» проседает почти на 3%, «Сбер» ну, хотя бы полпроцента теряет с момента покупки. При этом народный портфель в плюс хорошо вытаскивают акции московской биржи, которые показывают рост почти на 8%. Ну и также две другие бумаги – это «Северсталь» и «Русгидро» также в плюсе. «Северсталь» плюс 0,4%. «Русгидро» более 2% в плюсе нам дает. Вот такая динамика. Облигаций у нас пока в народном портфеле нет, но кто знает, может быть, когда-нибудь они все-таки появятся. Ну что ж, на прошлой неделе больше всего лайков набрал комментарий от нашего подписчика RetroRGV, который порекомендовал нам покупать акции «Фосагра», ссылаясь на то, что дивиденды по компании 4 раза в год, див доходность под 10%. Это растущая компания с хорошими перспективами. В целом, я согласна. Напомню, что «Фосагра» – это у нас химическая компания, производитель минеральных удобрений и мировой лидер по производству фосфорных удобрений. Если мы посмотрим с вами на график «Фосагра», то увидим, что фактически с 2016 года там идет консолидация в таком продолжительном боковике. И логично ожидать из этого боковика все-таки прорыва наверх в какой-то момент. И если учитывать, что мы покупаем все-таки на долгий срок, то почему бы не добавить «Фосагра» в народный портфель. Я напомню, что на этой неделе мы покупаем активы через приложение «Сбербанк Инвестор». Каждый месяц я меняю брокера для того, чтобы показать вам, как работают разные приложения. Ну что ж, я беру мобильный телефон. Давайте через поисковик по тикеру PHOR найдем компанию «Фосагра». Стоимость акции 2446 рублей. Мы ждем, когда подгрузится приложение. Нажимаем на кнопку «Купить Фосагра». Мы возьмем с вами один лот, потому что я напоминаю, что я покупаю на минимальную сумму. Ну и давайте установим свою цену покупки. Мы нажимаем на кнопку «Купить» и мы оставили заявку на покупку одной акции «Фосагра». Ну ладно, давайте переключимся теперь на ленивый портфель и посмотрим, как он изменился за последнюю неделю. В приложении Intel Invest я вижу, что моя суммарная прибыль составляет 6,5%. В рублях я заработала 1559 рублей 5 копеек с моих инвестиций. Какова динамика отдельных активов? Ну, мы покупали в прошлом выпуске ETF на золото FXGD, который показывает у нас суммарно просадку почти на 14%. Но это учитывая, что я усреднялась, покупала два раза. Первый раз в начале октября, второй раз в начале ноября. Лукойл тащит наш портфель наверх, плюс 13% ростом. Ну и также две американские бумаги, это Мэйсис и это AT&T показывают также неплохой плюс, плюс 3,9 и плюс 2,4% соответственно. По облигациям мы с вами покупали ЛСР в одном из выпусков, и здесь мы видим такой вот легкий плюс 3,94 рубля. Очень частый вопрос от подписчиков. Вот у меня сейчас есть свободные деньги, при этом кажется, что фондовые рынки уже сейчас перекуплены. Что делать с этими деньгами? Стоит ли сейчас инвестировать? Вопрос вполне резонный, потому что уже буквально несколько дней назад мы видели рекордные максимумы по всем ведущим фондовым индексам, в том числе и по индексу московской биржи. И, конечно, кажется, что вот на таких пиках входить в рынок это достаточно небезопасная история. С другой стороны, кризис ждут уже давно, кризис ждут уже года два и очевидно, что, конечно, на рынках назрела коррекция как минимум серьезная, но когда она наступит, никто точно не знает. И вот этот вопрос, что же делать, входить сейчас в рынок или все-таки ждать, он, конечно, очень и очень актуальный и резонный. Я бы сказала так, вы не угадаете, когда точно на рынках начнется распродажа, сидеть и ждать просто сложа руки. Это тоже довольно странная стратегия, может быть, придется еще пять лет ждать, деньги при этом не будут работать. Поэтому я предпочитаю входить в рынок постепенно, маленькими суммами каждый месяц, усредняясь и таким образом снижая риски. Но когда у нас остается свободный кэш, с ним действительно нужно что-то делать. Куда его положить? Если завести все деньги на брокерский счет, это сопряжено с определенными рисками. Хотя номинально брокер не имеет права тратить клиентские деньги, они должны быть отделены от средств брокера, но тем не менее риски такие существуют. И все-таки в этом контексте я бы большие суммы денег на брокерских счетах держать все-таки не стало бы. Я напоминаю, что они никаким образом не застрахованы. Можно положить деньги на банковский депозит, но здесь вы замораживаете деньги как минимум на три месяца. Если вы будете забирать деньги с депозита раньше, то потеряете накопленную доходность. Поэтому это тоже не очень хороший вариант, если именно положить деньги так, чтобы они были в близкой доступности. Если вдруг там что-то резко упадет, чтобы можно было эти деньги сразу забрать и потратить на фондовом рынке. Следующий вариант – покупка краткосрочных облигаций, например, облигации федерального займа. Но, во-первых, ОФЗ многим не нравится, так как нет доверия к российской финансовой системе. Кроме того, сейчас доходность по ОФЗ не такая уж и привлекательная, учитывая, что центральный банк снижает процентную ставку. Ну и, опять же, когда мы покупаем ОФЗ, мы понимаем, что этот инструмент достаточно волатильный, он может проседать в цене, поэтому, купив даже краткосрочную бумагу на несколько лет, нам, возможно, придется ждать до погашения, чтобы не выходить из нее с убытком. Вот это вот такие самые распространенные альтернативы. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш ответ на вопрос, что бы вы сейчас стали делать со свободным кэшем и вообще стали бы входить сейчас в рынок или нет. Сегодня я вам решила рассказать и показать еще один инструмент, который позволяет припарковать кэш. Это еще один финексовский ETF под названием FXMM, Cash Equivalent он называется. В основе этого ETF лежит портфель из американских краткосрочных облигаций, они по-другому называются Treasury Bills или T-Bills. И прирост стоимости активов следует за индексом американских коротких облигаций, который называется Solactive. Туда входят бумаги со сроком погашения в 1,3 месяца. При этом он трекает этот индекс с учетом рублевого хеджирования. То есть, по сути, FXMM это инструмент денежного рынка. Он максимально ликвидный, вы можете продать его в любой день. При этом доходность начисляется каждый день и она очень стабильна. Если вы посмотрите на график инструмента FXMM, то вы увидите там просто вот такую вот растущую линию. Это такой, наверное, не знаю, мечта технического аналитика-перфекциониста. Такой идеально практически ровный растущий канал. Это инструмент с очень низким риском, потому что американские, особенно краткосрочные облигации, это максимально защитный актив, который только можно себе вообразить. Никто не допускает дефолта по американским бумагам в ближайшие несколько месяцев. Ну и, соответственно, за счет низкого риска здесь мы получаем и очень скромную доходность. Она будет там чуть больше 6% годовых, но в этот инструмент идут не за доходностью, а именно для того, чтобы припарковать свободные деньги и, ну скажем, скомпенсировать инфляцию. FXMM торгуется на московской бирже и его можно покупать на индивидуальный инвестиционный счет. Но и как по другим ETF, здесь госслужащим нужно быть осторожными, потому что не всем можно этот инструмент покупать. Поэтому, на мой взгляд, FXMM это такая неплохая альтернатива банковскому депозиту, максимально ликвидная, когда на рынках неопределенности, когда есть риски зарождения медвежьего тренда. Мне кажется, можно делать выбор в пользу этого инструмента и в том числе, чтобы не хранить кэш на брокерском счете, потому что здесь вы получаете, покупаете уже ценную бумагу, акции фонда, которые зафиксированы в депозитарии. По поводу вопросов о сохранности средств, которые мы инвестируем в ETF, у меня было отдельное видео, ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии. Но по FXMM нужно учитывать обязательно такой момент, что он нас не защищает от девальвации рубля, именно потому что здесь есть рублевый хедж. То есть, если, например, тот же ETF на золото, который уже есть в моем портфеле, залетит в рублях в случае, если российская валюта резко ослабнет. А здесь мы заработать на снижении курса рубля не сможем, но, собственно, мы не пытаемся этого делать, потому что, как правило, этот инструмент покупается на пару месяцев, не дольше. И я вот пока приняла решение припарковать свои деньги в FXMM, потом его скинуть. И вполне возможно, что я как раз захочу купить какой-то более дорогой инструмент, у меня будет такая вот заначка. Ну что же, переходим к покупке. Я в очередной раз беру свой мобильный телефон, мы переходим на вкладку рынок. Здесь мне нужно выбрать фонды и через поиск давайте будем вносить FXMM. Вот он FXMM ETF, стоимость 1569,7. Вот посмотрите, если даже взглянуть на трехлетний график, какая красота. Нажимаем на кнопку купить и ждем код из смс. Итак, давайте поставим семерочку по цене 1569,8. Допустим, и нажимаем на кнопку купить, подтверждая покупку. Сумма сделки 10 988 рублей. Вы спросите, почему немножко больше, чем 10 тысяч, потому что у меня оставался небольшой запас кэша с наших предыдущих операций. И я весь его, пожалуй, сохраню. Давайте перейдем теперь на вкладку заявки. Мы видим, что сделка наша была исполнена, куплена 7 лотов. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Пишите в комментариях, что вы думаете о наших сегодняшних покупках. И, конечно, не забывайте ваши инвестиционные идеи тоже излагать в комментариях. Чем раньше вы напишите коммент, кстати, чем больше лайков вы, скорее всего, наберете, потому что, когда их много, то уже сортировать людям становится не так просто. Еще раз напомню, что повторять мои сделки ни в коем случае не стоит. У меня как раз вот недавно на канале вышло видео о том, что такое автоследование как услуга от брокеров и почему для начинающих инвесторов это может быть не самым безопасным решением. Всегда, пожалуйста, принимайте решения самостоятельно и ответственность за них тоже лежит на нас, самих розничных инвесторах. Ну что ж, спасибо большое, друзья. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим видео, если вам нравится наша рубрика инвест-шоу. Делитесь этим видео со своими друзьями, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. В описании к видео есть ссылка на все наши социальные сети. Присоединяйтесь к нам в Телеграме, ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. В первом закрепленном комментарии к этому видео ссылка на другие наши полезные ролики, которые вам могут понравиться. До встречи на нашем канале. Видео здесь выходит каждый день, так что прощаюсь я с вами ненадолго. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Инвестфьючер.